МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дело о гибели глухой женщины-дворника под колесами мусоровоза закрыто. Почему? Спустя 7 месяцев после вердикта вступил в силу приговор в отношении банды Урмацкого. Это и не только. Прямо сейчас. 21-летняя девушка погибла сегодня под колесами иномарки на перекрестке проспекта Победы и улицы Губкина. По словам очевидцев, она стояла у края проезжей части и шагнула на зебру, когда ей загорелся зеленый свет. Через мгновение ее сбил Хендай Солярис, завершавший проезд перекрестка. Нафиса Минязова продолжит. Сразу к ней прибежала. В моих руках она умерла. Со слезами на глазах автоледи рассказывает, как несколько минут назад молодая девушка умирала прямо на ее руках. Она на ладе 13-й модели ехала практически параллельно с Хендаем. Когда иномарка сбила пешехода, рассказывает, сильно испугалась, дернула руль и врезалась в забор. Говорит, выехали на перекресток улицы Губкина и проспекта Победы на завершающем мигать зеленый сигнал светофора. Но в следующую секунду сигнал переключился и зеленый загорелся пешеходом. Девушка в этот момент шагнула на проезжую часть. То, что ступило на зебру, она неожиданно, говорит и водитель Хендая. Камера видеонаблюдения одного из близлежащих магазинов зафиксировала момент наезда иномарки на девушку. Остановиться, признается водитель, просто не успел. Да и на тормоз, говорит, нажимать было уже поздно. Девушка мгновенно оказалась на капоте его автомобиля, который протащил пострадавшую еще несколько метров, после чего она рухнула на землю. Умерла не сразу. Ждали скорую. Приехала одна скорая, по пути которой врачи прибежали, она живая была еще. Вот оттуда врачи. Потом скорая по дороге ехала одна, она еще живая была, путь был у нее. Потом другая скорая приехала, все, как-то уже еду. Медикам оставалось лишь констатировать мир девушки. 62-летний водитель автомобиля Хендай Солярис после произошедшего начал чувствовать себя плохо, однако врачи запретили ему пить обезболивающее лекарство, поскольку они могли бы влиять на показания алкотестра. Впрочем, помимо медосвидетельствования, мужчину ждут еще много проверок. В ходе административного расследования были изъяты видеозаписи с видеокамер фасада здания по улице Парши Победы, при изучении которых будет установлено, кто, какими правилами дорожного движения должен был выполнять. Сепень виновности водителя будет известна по окончанию административного расследования. Личность погибшей уже установлена девушке 21 год. Вероятнее всего, по окончанию административного расследования в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело. Нафиса Миниазова, Затцемигулин, вызов 112. Двое детей погибли после столкновения легковушки с грузовиком. Трагедия произошла в Буинском районе. По предварительной информации, водитель автомобиля Ниссан Кашкай выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом марки МАН. Четверых пассажиров и водителя кроссовера в тяжелом состоянии доставили в больницу. Дети 6 и 7 лет от полученных травм скончались. Не захотел стоять лишние секунды на перекрестке, а потерял в итоге гораздо больше. Водитель Киирио, по рассказам очевидцев, спровоцировал серьезную аварию с автобусом на перекрестке улиц Пушкина и Салемжаново. После столкновения с общественным транспортом легковушка отлетела и пробила металлические ограждения. Обо всем по порядку в материале Алии Хайрудиновой. Разбитое стекло и пару царапин. Вот и все повреждения у автобуса. Многотонник после включения разрешающего сигнала светофора на перекрестке только успел тронуться и скорость была совсем небольшая. Удар произошел через секунды. Ни водитель автобуса, ни пассажиры не пострадали. Автобусы пассажиры все нормально, говорит. Там, по-моему, был пустой, но никто не пострадал. В какой-то степени повезло и владельцу легковушки. Несмотря на то, что удар пришелся на водительскую сторону, автомобилист отделался лишь порезом руки. Его машину после удара отбросило на металлические ограждения. Получается, на моргающий знак выехал оттуда, по среднему автобусу, по основной автобусу. По его слову, получается, на момент выезда, получается, уже красный загорелся. Кому? С машины водителя. А, то есть автобус горит, потому что ему красный был? Да, получается, автобус прав. А, вину признает водитель, да? Да. Учитывая, что водитель легковушки признал свою вину, ему, скорее всего, придется ремонтировать автомобиль за свой счет. Алия Харудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Суд прекратил рассмотрение дела по факту наезда грузовика на глухую женщину-дворника. Напомним, трагедия произошла 8 октября минувшего года в Нижнекамске. Водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом к контейнерной площадке, задавил убиравшую территорию женщину. Как признался водитель, перед началом движения он видел ее в зеркало, она стояла на бордюре и сгребала листву граблями. Когда стал двигаться, посмотрел еще раз, а женщины не было. Он дал звуковой сигнал, но никто из-за машины не вышел. Мужчина сделал вывод, что человек ушел и поехал забирать мусор. Он не знал, что дворник была глухая, стоя спиной к грузовику, не видела движения. От полученных травм она скончалась на месте. Потерпевшая в деле была признана племянница погибшей. На суде она попросила закрыть дело за примирением сторон. Подсудимый хотел того же. Ходотайство суд удовлетворил. На пересечении улицы Пушкина и Островского столкнулись Рено Логан и Хиндай Солярис. По предварительной версии, обе легковушки ехали в попутном направлении по Пушкина, пока корейская иномарка не начала поворот налево. О том, что произошло дальше, рассказал водитель французского автомобиля. Я прямо ехал в сторону кольца, а девушка разворачивается вот здесь, в левую сторону. Я не стал ехать на правую сторону, потому что машина поток не шел. Я, соответственно, по ходу. И я ее ловлю. Я ее ловлю. Я хотел вообще уйти от нее. Машина новая. Гот. Я сейчас буду еще из-за этой машины портить, что ли? А никто не признает ее виноваться? Она не признает, а я как в духовке, если я прав, я. Приговор в отношении участников банды Урмацкого вступил в законную силу. Напомним, они держали в страхе владельцев ломбардов, букмекерских контор и ювелирных мастерских с 2008 года. Налеты совершали не только в Казани. При совершении преступлений члены банды тщательно все планировали, именно поэтому их долго не могли вычислить. При ограблениях не гнушались применить физическую силу против беззащитных сотрудников и огнестрельное оружие. Арсенал банды состоял из пистолетов ПН, ТТ и травматических пистолетов «Страж» и «Оса». Сумма похищенного варьировалась от 50 до 60 тысяч рублей. Деньги частично распределялись между семерыми членами банды, часть шла в общак. Причиненный ущерб составил свыше 3,5 миллионов рублей. В общей сложности в суде доказали их причастность к 11 разбойным нападениям, 3 кражам, незаконным хранения оружия. 3 июля минувшего года Верховный суд Татарстана приговорил Максима Урмацкого к 17 годам лишения свободы. Остальным назначили от 5 до 16 лет. Но подсудимые обжаловали вердикт. Верховный суд России оставил приговор практически без изменений, сократив срок заключения одному из подсудимых от 10 до 9 лет. Проезд на красный сигнал светофора стал причиной крупной аварии на перекрестке улиц Модельная и Техническая. Там столкнулись три автомобиля – Hyundai Creta, Kia Sorento и Lada Largus. Предполагаемый виновник, водитель отечественного автомобиля, выехав на запрещающий сигнал, протаранил сначала Hyundai, который в свою очередь отбросило на Kia. С места происшествия Матвей Опросин. Ирина Гарифулина, водитель автомобиля Hyundai Creta, в которую и пришелся основной удар, признается, что эта авария для нее не первая и рассказала, как все произошло на этот раз. Я выехала на зеленый свет светофора и уже когда подъезжала, услышала удар и меня кинула на эту машину. Говорит, только начала движение на перекрестке, на разрешающий сигнал светофора, как вдруг с улицы Техническая выехал автомобиль Lada Largus и протаранил ее. Автоледи на внедорожнике затем отбросила на Kia Sorento на встречной полосе. Он тормозил, пытался остановиться, видел, что не успевает, тормозил, но уже машина не слушалась и ехала. Предполагаемый виновник свою вину перед другими участниками аварии полностью признал, но на камеру произошедшее комментировать отказался. Кто виноват? Скажите, пожалуйста, не пострадали вы на вас в подушке? Ну, вы и выясните, кто виноват. Участники остались дожидаться автоинспекторов. После оформления документов автоледи придется вызывать эвакуатор, поскольку самостоятельно передвигаться ее автомобиль уже не мог. Матвей Опросин, Нафиса Минязова, Азат Самигулин. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Альвира Фазлиева